Русские новости Здесь нет ничего кроме партийного значка и вот этого микрофона, который скажем так не по уставу. Вся символика российская на пряжке, двуглавый орел на пуговицах, которые воспроизводят то, что было на мундирах царской армии, тоже двуглавые орлы. И лобарум на кокарде, лобарум на нашем партийном значке партии Великая Россия. Фуражка скроена по образцу российской армии. Ну чуть-чуть вариации есть, чуть в советскую сторону может быть, так как в ателье нам пошили. Все нормально. Вам не нравятся сапоги? Гражданский человек в сапогах, какой ужас. Это русская народная традиция. Вообще-то в ботинках ходила интеллигенция. И зажиточные люди, и купечество, и дворянство все ходили в сапогах. Поэтому нет здесь ничего такого. Некоторые говорят, вот ряженые, ряженые. Что значит ряженые? Что такое ряженые? Ряженые это переодетые в каких-то народных персонажей, люди празднующие какой-то праздник или там на свадьбе могут быть ряженые. Ну в данном случае, что значит ряженые? Переодетые в то, что им не принадлежит или выдающие себя за кого-то другого. Да ни за кого другого мы себя не выдаем. Для чего вообще нужна форма? Форма нужна для того, чтобы привыкнуть к дисциплине. Форма дисциплинирует. Она требует внимания к своему собственному внешнему виду, вниманию к дисциплине. Если мы выходим на марш, на русский марш, это значит, что мы должны себя дисциплинировать в строе, в символике, в словах. Тот русский марш, который прошел, не всегда был аккуратен в словах. Прямо скажем, мы с трибуны доносились иногда не вполне правильные высказывания, которые скорее присущи такой площадной культуре. Я бы это не приветствовал. Ну уж как вышло, так вышло. Думаю, что дисциплине нам еще надо учиться. И учиться носить форму, учиться стоять в строю. Многие у нас рвутся и говорят, вот если бы вы мне дали там пострелять, то так... Да никогда мы тебе не дадим пострелять, потому что ты не проверен ни в чем. Да, люди поехали в Новороссию и там постреляли. Проверены ли они в чем-то? Кто-то проверен, кто-то нет. Мы наверняка этого знать не можем. Но мы знаем наверняка одно. Ветераны Новороссии не сложились в какую-то единую организацию, поэтому они и не присутствуют у нас на русском марше. А так могли бы, потому что Новороссия это был, конечно, русский проект. Проект зародыша русского национального государства, который был опошлен, уничтожен кремлевскими политтехнологами и нанятыми ими убийцами. Я думаю, что все убийства полевых командиров в Новороссии – это дело рук вовсе не украинских. На территории Новороссии, не сомневаюсь, действуют структуры ФСБ. Они вовремя отворачивают глаза, а может быть, сами соучаствуют в убийстве тех, кого нам хотелось бы считать героями. Все они, конечно, грешные люди, и за ними тоже шлейф разных событий, которые можно осуждать, но мертвые срамы не имут, и мы об этом говорить не станем. Может быть, поэтому Игорь Стрелков, Игорь Всеволодович Гиркин не собрал своих сторонников на русский марш. Сколько бы мы его не приглашали, он объявил, что у него много левых, а раз левые, то, значит, вот с левыми мы не хотим. Мы не хотим с коммунистами. Люди с левыми взглядами, левыми уклонениями в своем мировоззрении, конечно, присутствуют на русском марше. Но мы совершенно не приветствуем никаких социализмов, никаких коммунизмов. Коммунистов с их красноперой символикой мы приглашаем туда, вот к Зюганову. Там есть возможности, ради бога, вы можете там и оставаться. Или создавать свои коммунистические структуры, плакать об утерянном СССР. Наша родина – это Российская империя, Россия. Мы продолжаем свою историю с незапамятных времен. А вам, людям советским, людям коммунистическим, мил только Советский Союз, и все, что у вас есть в памяти – это 1945 год. Но 1945 год есть и в нашей памяти, как и многое другое, как и зверство репрессий, многосоттысячные жертвы русского народа, принесенные на алтарь большевизма тогда нерусским во всех отношениях режимом. И в памяти у нас предательство КПСС, вот тех самых коммунистов, которые вообще не выступили на защиту государственных интересов, когда Ельцин разбирал нашу страну по кускам. Вы все предатели, соучастники предательства. Поэтому у нас с коммунистами, с коммунизмом не может быть ничего общего. Ну, социализм некоторые путают с социальностью, но у нас в русском национализме все вопросы социальности давно решены, все описано в пунктах, программах, все есть. Нам не нужно зачерпывать ничего ни из марксизма-ленинизма, ни из сталинизма, вообще ниоткуда, ни из западного опыта социалистического. У нас в русском национализме все вопросы разработаны. Если мы где-то найдем что-то полезное для русского национального государства, мы, конечно, используем. Но не будем это называть социализмом. Я призываю всех, кто пользуется этим словом, выбросить его на свалку. Если вам нужны социальные программы, социально защищенность, все это предусмотрено в концепции русского национализма, без всяких социализмов. Игорь Иванович Стрелков, конечно, слукавил, когда сказал, что у него левые. Может быть, он, правда, политологически верно определил в левые либералов. Они действительно левые. Все эти нацдемы – это либерасты, левые в представлении классической политологии. Либералы сформировались как альтернатива традиционному порядку, традиционализму культурной идентичности, государственной идентичности, королевской власти в Европе. И у нас то же самое. Да, многие либералы были по виду монархистами, но требовали совершенно не монархического правления, требовали разрыва истории. Поэтому большинство из них стало соучастниками мятежа февраля 1917 года, столетия. Мы будем отмечать. Видимо, действующая власть будет праздновать. Она уже собирается праздновать Великую Октябрьскую революцию, как Великую Русскую революцию, как вот господин Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», нам представил тут в «Вестях недели», что это Великая Русская революция, это Великие свершения, это Великая трагедия нашего народа, разорванного на части, убившего свою собственную государственность, понесшего многомиллионные потери в чудовищной войне. Конечно, мы, русские националисты, никак не можем принять ни социализм, ни коммунизм, ни тем более либерализм, даже вот в стиле этой нацдемовщины. На поверку все эти нацдемы оказываются пособниками режима. Многие из них обслуживают режим во всяких аналитических структурах. Ну и бог им судья, если они хотят быть аналитиками, может служить кому угодно. В принципе, наука, она безразлична к действующему политическому режиму, если в ней отсутствует совесть. Я тоже считаю себя человеком науки, но я этому режиму служить никогда не буду. Я буду делать все, чтобы этот режим пал и был замещен русской национальной властью. Этот режим положено ненавидеть всякому здравому русскому человеку. Обслуживать его даже в качестве аналитика или ученого – дело постыдное. Ну как кому нравится, мне не нравится служить этому режиму, я ему служить никогда не буду. Что касается так называемых нацдемов, там партия такого типа, существует уже полураспавшаяся, не проводящая вообще никаких мероприятий, кроме того, что она пыталась зарегистрироваться, больше ничем она не занималась. Ну и вот сейчас эти нацдемы облепили Игоря Стрелкова, Игоря Гиркина. И, в общем-то, он пошел на их митинг 4 ноября, когда положено было идти на русский марш, демонстрировать продолжение русского движения, продолжение русского единства и предложение к народу следовать этому русскому единству, следовать русской солидарности. Русской солидарности, к сожалению, Игорь Стрелков не проявил, хотя мы надеялись на это, когда он приехал из Новороссии, казалось, ну вот он приехал герой, будущий лидер. Что мы тогда от него услышали? Присягу Путину. Ну, время прошло, присяга к Путину была отменена, ненависть к режиму возникла, может быть, этот режим не смог сделать достаточно веские предложения. Игорь Иванович объявил, что он ищет ресурсы всеми способами. А стоять рядом со мной или рядом с моими соратниками ему не с руки, потому что если бы он рядом встал с человеком в такой форме, то это, видимо, его как-то ущемило бы. Видимо, многие подумали бы, что он заодно с какими-то гитлеристами. Но он же прекрасно знает, что никакого гитлеризма у нас нет. И те, кто наблюдают за нашей партией, за нашим движением, прекрасно знают, что никаких ассоциаций в нашем движении, в Русском национальном фронте, с гитлеризмом нет и никогда не было. Напротив, те, кто нам противостоит, так называемые укра-бандеровцы, которые тоже в день русского марша провели свое шествие, вот там, вот там есть гитлеризм, там есть склонность к зигованию, к ненависти к своей собственной родине, к стилизации под какие-то гитлеровские нацистские символы и нацистскую психологию, ненависти ко всему русскому. Там это есть, у нас нет и никогда не было. У нас в строю стояли православные хоругвеносцы, тоже одетые, кстати, в черную форму, несколько иную, чем у нас, вот не в фуражках, а в шапках таких, кубанках, скажем. Были у нас казаки, тоже одетые в историческую форму, были у нас монархисты, тоже как-то заняты исторической реконструкцией. У нас вот нет исторической реконструкции. Мы придумываем форму именно для того, чтобы людей сплотить, сплотить в дисциплинированной организации. Поэтому у нас партия Великая Россия, это не массовое движение, это орден. Кому непонятно, еще раз скажу, это орден, это орденская структура, и в ней каждый вовлечен в деятельность, и каждый подчинен вполне открыто опубликованному уставу. Если вы не можете ему следовать, ну, вы можете быть нашим сторонником, нашим союзником, и мы благодарны за это. В Русском национальном фронте у нас много союзников и сторонников, и мы поддерживаем тех, кто стоит на верном пути, и может, в конце концов, и включиться в нашу партию, быть вместе с нами заодно, следовать нашей программе и нашему уставу. Но мы не хотим жертвовать своей идентичностью, жертвовать своей политической позицией в угоду национал-либерастам, тем более отметившимися порнографическими передачами и русофобскими стишками, тем более отмеченными клеветой и доносами на русское национальное движение и на нашу партию в том числе. Я прямо скажу, кто этим занимается. Этим занимаются Константин Крылов и Егор Просвирнин. Два национал-либераста. Для меня они ничем не отличаются от какого-нибудь там Немцова, Гербер и прочей нечисти. Вот рядом с этой нечистью Игорь Гиркин и оказался. А мог бы быть Игорем Стрелковым и стоял бы с нами в одном строю. И привлек бы в наши ряды ветеранов, которые участвовали в боях за Новороссию. Это было бы совершенно правильное решение русского человека, национально мыслящего и прекрасно понимающего, насколько трудна ситуация в русском движении. А ему нужны десятки тысяч на площадях. Вот это было бы, да это бы приподняло его. И тогда бы он соблаговолил стать вождем всех этих масс. А пока этих масс нет, вот он предпочитает вести какие-то закулисные переговоры и поддерживать митинги национал-либерастов. Я говорю об этом не для того, чтобы изобличить, а говорю об этом с глубоким прискорбием, потому что я надеялся, что Стрелков будет нам союзником. И мы провели с ним несколько раундов переговоров. Русский национальный фронт, я имею в виду не только нашу партию, и мы не нашли никакого понимания, ни малейшего понимания. Игорь Гиркин ищет ресурсы и готов подчиниться тому, кто такие ресурсы найдет. Это гибельный путь в политике. Это путь дискредитации, самодискредитации, самоопошления. Я думаю, что именно это и является причиной того, почему проект движения Новороссия не состоялся. Почему его надо было сначала подменить каким-то непонятным комитетом К-25, а потом этот комитет преобразовать в русское национальное движение или как оно там, народное движение. Непонятно что. Что там русского спрашивается. И почему там опять рыжие карлики, которые к русскому движению не могут иметь никакого отношения. По крайней мере сейчас это совершенно ясно, что они к русскому народу, к русским национальным интересам не имеют никакого отношения. Они тоже ищут ресурсы, они заискивают перед властью. Они хотели быть вот эти нацдемы единственной национальной партии. Но мы же такие ручные. Посмотрите, зарегистрируйте нас. Пустите нас на выбор, пустите нас в Думу. Мы для вас сделаем все. Вот было послание, которое образовалось еще в 2012 году. И ради этого послания эти люди донесли на нас, на партию Великой России, полицаем. И тогда состоялось массовое задержание. И с тех пор нам приходится под неусыпным контролем полицаев очень непросто, очень тяжело. И наши ближайшие соратники, Юрий Екишев, Кирилл Барабаш, сидят сейчас в тюрьме. Наши ближайшие союзники. Я правильно бы сказал так, потому что это люди, которые не входили в нашу партию, мы не входили в их организации. Но это ближайшие к нам, по мировоззрению, люди, которых вполне можно назвать русскими националистами. Даже если там у Кирилла Барабаша были какие-то левые взгляды первоначально. В Русском национальном фронте он подписал декларацию соответствующую, которая русская и национальная. Он вошел в Русский национальный фронт. Он стал русским националистом в полном смысле слова. И я думаю, таковым он и останется до конца своих дней. И мы будем его поддерживать в местах заключения. Когда он выйдет, мы будем требовать реабилитации, мы будем требовать наказания всей той судебной и следственной сволочи, которая посадила его в тюрьму. А что касается вот этих национал-предателей, которые пошли искать ресурсы где-то там на стороне и выступили против нашей партии на стороне на недействующей власти, ну, с ними мы, даже если их будут сажать, арестовывать, мы по-человечески посочувствуем их родственникам, но они нам не союзники, они нам не друзья. И они, если и политзаключенные, то из какого-то другого политического сектора. У них там есть свои помощники. Вот как Даниил Константинов тоже как-то вот числился русским националистом. Я его никогда в русском движении не видел. Вот в родине он пару раз участвовал в проведении митингов, но как русский националист, его почему-то представляют либералы русским националистом. Да он их либеральский. Вот поэтому у него там есть и будет всегда кому его защищать. Так же, как и у национал-либерастов. Вот Фадеев из «Эксперта», вот как раз кто нам предлагает россиянство взамен русскости, вот этот человек вполне подойдет, он будет их защищать, может даже в «Эксперте» чего-то опубликует. Мы будем защищать своих. У нас сил не так много, чтобы размениваться. Сейчас вот читаю дело, которое заведено на Кирилла Барбаша. Он больше года вместе со своими соратниками находится в тюрьме. Это, конечно, полное безобразие. Это полное беззаконие, полное. Ну, представьте себе, пытаются доказать, что инициативная группа по проведению референдума за ответственную власть – это то же самое, что запрещенное, как экстремистская армия воли народа. Ну, какой-то там филолог доказывает, что вот у них идентичные тексты. Ну, и что ж с того? В политике вообще нет плагиата. В политике можно взять чужую программу и подписаться под ней. Но в данном случае армию воли народа запретили за вполне определенные пункты, они вообще за все. Если есть какие-то текстуальные совпадения, это вовсе не означает, что ведется та же самая деятельность, и что пропагандируются те же самые пункты, которые были и в армии воли народа, и признаны незаконными. Нельзя сказать, что вся деятельность армии воли народа беззаконна. Ну, например, я требую проведения референдума. Это значит, что я поддерживаю экстремистскую организацию армии воли народа? Да я сам по себе поддерживаю проведение референдума. Я взял у них из программы какие-то пункты, и что с того? Они что, сразу от этого стали незаконными? Это ложь и подлость. Это подлость. Там и судьи постарались, и следователь Талаева, который уже такой вот носит на себе печать негодейства, и я уверен, что она понесет наказание за свои негодяйские поступки, за те следственные действия, которые она производит. Ну, ее хозяева, конечно, которые отдают приказание, они сядут на скамью подсудимых рано или поздно. По моей инициативе или по чьей-то другой. Может быть, они раньше меня посадят на скамью подсудимых. Это не важно. Я знаю, что эти люди обязательно понесут наказание. И то, что они убогие, что их Господь Бог наказал уже, мы даже не знаем и не интересуемся чем, потому что Господь сказал, аз воздам, аз воздам. То есть мне отмщение, я буду мстить за тебя. Мы не будем мстить Талаевой, мы будем судить ее по закону, когда придет время. И обязательно ее хозяев, которые... И вот этого Баранова, этого филолога, доктора филологических наук, я думаю, мы рядышком посадим. Ну, он, конечно, марионетка такая, мелкая, подлая марионетка. Но я думаю, что там и остальные тоже эксперты. Их там надо всех как-то вот рядышком посадить, всех этих негодяев и судить за покушение на основы российской государственности и за соучастие в геноциде русского народа. Но вернемся к русскому маршу. Я считаю, что русский марш прошел замечательно. Несмотря на то, что не вышли многие тысячи людей, вышли организации, многие организации очень сильно были представлены монархические православные организации на этот раз. Меня это радует, потому что эта часть русского общества чувствует себя угнетенной, обделенной в связи с предательством московской патриархии. Московская патриархия, конечно, уже никакая не русская православная церковь. Там люди, может быть, и есть верующие в верхней иерархии, но по большей части это криптокатолики и просто чиновники. Просто православные чиновники. С ними, конечно, иметь дело не стоит, мы и не собираемся. Они там где-то тихо себе провели 8-й сатанинский собор. Вот они отдельно, русское православие, русская вера отдельно. Русские ортодоксы, ортодоксальная, то есть православная церковь, это отдельно. Там, где двое-трое соберутся во имя Мое, там и я среди них. Так сказал Господь, и мы следуем этому. А не вот этой церковной структуре, которая придумана взамен настоящей русской православной церкви. Они сталинисты, это православные сталинисты. По воле Сталина эта церковь была создана, Московская патриархия, вся иерархия была построена при попустительстве большевиков, при содействии сталинистов и до сих пор при содействии русофобов, безбожников, ненавистников всего, что есть у нас святого, всего, что есть русского. Поэтому эти люди отдельно, а мы с русской православной общественностью, настоящими русскими православными людьми вместе. Эти русские люди одновременно являются и участниками русского движения русскими националистами. Православный и русский националист – это, можно сказать, одно и то же сегодня. Хотя с нами идут и люди, которые вообще к православию относятся крайне критически. Но их критические стрелы мы предлагаем направить туда, вот в патриархию, и там пусть они поражают тех негодников, которые отступились на самом деле от веры. Но русские и православные сейчас действительно отождествляются в русском национальном движении, и более нигде. Если вы ходите в церковь, ставите свечки, это вовсе не означает, что вы русские, и вовсе не означает, что вы православные. А вот если вы участвуете в русском движении, вот тут уже сомнений нет. Да, церкви сейчас по праздникам наполняются, но наполняются они верующими ли? Во что веруют эти люди? Почему они так спокойно относятся к уничтожению церкви руками церковной иерархии? Почему? Ну, потому что они перестали быть православными людьми. Они соучаствуют вот в этом требоисполнительстве. Они считают, что требы это и есть спасение. Что они пришли, поставили свечки, покрестились, помолились и тем самым спаслись. А где дела-то? А дела это любовь к ближнему в своем уме. Кто же ближе, чем русские люди, которые тебя окружают? Если ты ничего для них не делаешь, какой ты православный? Ты в стороне стоишь, ты смотришь равнодушно, как терзают твою страну оккупанты. Значит, ты какой православный? Ты в стороне от православия. Спасаешь ли ты людей, спасаешься ли ты сам? Да нет. Ты просто не православный человек. Ты живешь, как писал Салтыков Чедрин, применительно к подлости. Кругом подлость, а ты живешь, пристроившись к ней. Русское национальное движение, Русский национальный фронт провели. Русский марш. Единственный русский марш. Никаких других русских маршей на территории Москвы в тот день, 4 ноября 2016 года, не было. Мы теперь русский марш, а укрбандеровцы это вовсе не русский марш и не русские, и не русские организации. Туда могут идти всякие субкультурщики, всякие люди, которые экспериментируют со своей идентичностью, но кто определился как русский в следующем году, придет на русский марш. Русский национальный марш. Мы так его и называли, Русский национальный марш. И в Русский национальный фронт я приглашаю, как людей, которые пока не нашли свои организации, к которым примкнуть, так и тех, кто уже создал свои организации. Нам надо объединяться. В этом году позапрещали русский марш всюду, от Москвы до самых до окраин. Но тем не менее, русское движение существует. Люди подавали заявки, люди пытались что-то сделать. В Пскове провели одиночные пикеты, провели в Калининграде, в Новосибирске, по-моему, еще провели русский марш. Где-то на юге есть несколько точек, в которых русский марш все-таки состоялся, пусть в самом скромном виде. Но и репрессии возросли. Почему уменьшилось количество людей на русском марше? Сократились ресурсы, которые можно привлечь. Мы вот обошлись, где-то у нас 30 тысяч обошелся весь русский марш. Могли бы, если бы были другие ресурсы, может быть, у нас и другие возможности бы появились и для привлечения людей, для пропаганды. Поэтому люди запуганы, и денег у них стало меньше, чтобы пожертвовать на организацию шествия. Поэтому русский марш сократился. Но русское движение должно существовать, должно проводить свои мероприятия закрытые, открытые, вплоть до чайных посиделок. Это все равно формирование мировоззрения, формирование политического взгляда на существование своего собственного народа. И мы нация, когда мы имеем этот политический взгляд, а не имея этого взгляда, мы превратимся в россиян, то есть в нерусских. Русские – это нероссияне. Вот можно четко сказать, путинская инициатива, которая придумывает в очередной раз вот эти всякие там Абдулатиповы, Михайловы, Зорины, Тишковы. Все они заново обновив то, что при цинизме они пытались впихнуть в законодательство. Вот теперь они снова пришли к Путину и сказали, давайте российскую нацию. И тут же аплодисменты со всех сторон, скорее, скорее примем закон, давайте, давайте, давайте. Примут они закон. Но этот закон не о нас. Мы русские, россиянами не будем никогда. И кто не желает быть россиянами, тот присоединится к русскому движению, придет в русские национальные организации, поучаствует в их мероприятиях, конференциях, митингах, шествиях и в русском национальном марше 2017 года. Мы всех ждем в русском движении, в русском национальном фронте и в нашей партии Великая Россия.